Когда один офицер полиции Флориды ехал домой после тяжелого рабочего дня, он не знал, что его подвергнут испытаниям, с которыми он никогда ранее не сталкивался. Когда жизнь трехмесячного ребенка была в опасности, говорят, что полицейский никогда не покидает дежурство, и это утверждение прозвучало правдиво, когда помощник шерифа Джереми Никс увидел женщину в бедственном положении, которая останавливала его на шоссе. Никель Кромвель была в своей машине, когда заметила, что ее трехмесячному сыну трудно дышать, и увидела, как помощник шерифа Никс остановился на перекрестке недалеко от ее машины. Кромвель начала отчаянно махать руками помощнику шерифа в Окале, штат Флорида, надеясь привлечь его внимание. Помощник шерифа Г-9, который возвращался домой после своей смены, остановил свою машину позади автомобиля обезумевшей женщины и обнаружил ребенка, который едва дышал. По данным ЦПСНьюс, весь инцидент был заснят на видеорегистратор с машины помощника шерифа Никса. На перекрестке его остановила встревоженная мать, и он бросился на помощь малышу. «Вы можете сказать, что он совершенно безжизнен», — сказал помощник шерифа Никс в интервью в Кмктф. «Она просто передала его мне, и первыми словами, слетевшими с ее губ, были не дай моему ребенку умереть». Помощник шерифа Никс попытался привести в чувство ребенка по имени Кингстон, и он сделал один вдох, но он был слабым, сообщает в Кмктф. Помощник шерифа Никс вызвал по рации скорую помощь, но он не мог ждать. «У меня не было времени», — сказал помощник шерифа. «У этого ребенка не было времени ждать скорую помощь, затем дежурный офицер к 9 предпринял решительные действия, которым не учат в полицейской академии». Быстро поразмыслив, помощник шерифа Никс решил, что самый быстрый способ дать маленькому Кингстону шанс выжить — это использовать фары и сирены своей патрульной машины, чтобы разогнаться в потоке машин на переполненном шоссе. Он велел матери, Никель Кромвилл, следовать за ним, когда он отвезет ребенка в ближайшую больницу. Помощник шерифа прибыл в отделение неотложной помощи как раз в самый последний момент, герой был смиренен, когда благодарил Бога. «За 17 лет моей работы на этой должности это был самый страшный, эмоциональный и полезный день в моей жизни», — сказал заместитель Никс. «Я помню, как молился, благодаря Бога за то, что он поместил меня в нужное место в нужное время по нужной причине». На своей официальной странице в YouTube-офис шерифа округа Мэриан похвалил героя, заявив, что помощник шерифа Никс передал ребенка медицинскому персоналу, который затем приступил к лечению ребенка. «Мы рады сообщить, что малыш Кингстон чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что он полностью поправится», — подтвердили в офисе шерифа. Врачи сказали, что благодаря действиям помощника шерифа, где ведь Никса малыш Кингстон сегодня жив, помощник шерифа Никс навестил молодого Кинга в больнице в сопровождении его жены. «Мама Кингстона рассказала о своей благодарности в Facebook. Позвольте мне просто сказать, что вчера Бог показал мне, насколько он реален», — написала она, — «мой сын Кинг едва дышал и боролся за свою жизнь». «Мы с сестрой заметили полицейского, сидевшего на красный свет, и привлекли его внимание. Благодаря своему быстрому мышлению он и Бог спасли моего сына, он сказал мне, не волнуйся, я не уйду, пока не помогу спасти твоего сына. Бог поместил меня в нужное место, потому что он знал, что я нужен тебе. Спасибо вам, офицер Джей Никс из подразделения К-9 управления шерифа Акалы». «Благодарная мама написала, я просто хотела, чтобы мир узнал, насколько велик этот офицер и насколько велик Бог. Не все офицеры плохие, он один из многих хороших парней, Кинг, и я всегда будем ценить тебя». Кто-то может счесть это совпадением, но только не помощник шерифа Джереми Никс и мама Никель Кромвилл, которые оба почувствовали любящую руку Бога, направляющую их в тот роковой день. Субтитры сделал DimaTorzok